МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можешь присесть? Нечего обсуждать. Пожалуйста, просто подпиши. Я уеду. Кир, ты же видишь, сейчас тяжело в отделе после смерти Вадима. Ты сейчас решила уйти? Ну, пусть у нас не складывается. Почему работа должна страдать? Да не преувеличивай. Ваня прекрасный сотрудник, они хорошо ладят с Рыбаком. А я... Я не просто так в Мавке на стажировку приехала. Я хотела найти виновников в смерти моей мамы. Я думала, что это Шинкар, но у него есть доказательства, что он тут ни при чем. Он говорит, что убийцы моей мамы уже мертвы. И делать мне здесь больше нечего. Это Шинкар тебе совсем голову заморочил. Ты уже ничего не соображаешь. Вот, на, посмотри. Кудря накопала, проанализировала все строительные рынки города за несколько лет. Посмотри. Все главные тендеры выигрывал один холдинг. Станчан Станислава Пчеренко. И что? А то, что он считается правой рукой Шинкара. И это еще не все. Посмотри. Есть объекты, которые возводили другие компании. В итоге, либо они обанкротились, либо сгорели. И теперь угадай, кто занимался их восстановлением. Станчар? Именно. Есть еще третий пункт. Есть объекты, которые не строил Станчар, но которые оставились живы. Кудря считает, что они платили Шинкару, чтобы те могли работать. А я считаю, что Кудря притягивает факты за уши. Пожалуйста, подпиши мое заявление, я спокойно уеду. Хорошо. Спасибо. Подпишу. Через две недели. Что? По закону я имею право требовать от сотрудника, чтобы он доработал две недели, пока я ему ищу замену. Да. Так. Пусть пропустят ее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Домой к ней ездили? Я не знаю ее адреса. Как-то не знаете. Ну, понимаете, когда она переехала в Мавке, отношения у нас с ней были не очень. То есть мы созванивались, конечно, но в гости она меня не приглашала. Ну, где работает хотя бы, знаете? Конечно. Да, в каком-то банке. В каком-то? Это ваша дочь? Да. Это Сонечка. Последняя публикация два месяца назад, довольно депрессивная, пишет, что держится только благодаря любви к своему мужчине. Вы знакомы с этим мужчиной? Честно говоря, я даже и не слышала о нем. Ничего. Вы что, на страничку к ней тоже не заходили? Ну, а как же я зайду? У меня нет компьютера. Ясно. Место работы указано. Банк Шестаков. Уже что-то. Вы в гостинице остановились? Да. А где же еще? У меня же здесь, кроме Сонечки, никого нет. Поезжайте в отель. Как что-нибудь мы выясним, вам сообщим. Спасибо вам большое. Да, до свидания. До свидания. Спасибо. Дмитрий Михайлович, с поста охраны доложили, что к нам полиция. Обычная опера интересуется нашим сотрудникам. Кем конкретно, не сказали. Идут в кадры. Ну, хорошо. Оленька, вы знаете, кем конкретно и по какому поводу. Да? Нам конфликта не нужны. А, и предупредите бухгалтерию. Ну, так, на всякий случай. Хорошо. Здравствуйте. Добрый день. Как нам найти начальника отдела кадров? Добрый день. Вы знаете, он уволился и временно исполняю его обязанности я. Инга Полякова. Чем могу помочь? Полиция. Майор Кравченко, лейтенант Задорожная. Нам нужно поговорить с Софьей Сергиной. Вы знаете, ее нет. Она лежит в частной психиатрической клинике. В психиатрической? Да. Наш банк предоставляет абсолютно всем сотрудникам корпоративную программу по страхованию здоровья. Может быть, вам адрес клиники дать? Разумеется. Минуточку. Совершенно верно. Софья Сергина наша пациентка. Когда она к вам вступила? Около двух месяцев назад. А что с ней? Биполярное расстройство. Это такое запущенное состояние, которое нередко приводит к суициду. Можно мы на нее взглянем? Я не вижу в этом смысла. А вам не надо видеть никакой смысл. Проведите, мы с ней поговорим. Хорошо. Пойдемте. Вот ваша Софья Олеговна. Правда, не представляю, как вы собираетесь с ней общаться. Софья, здравствуйте. Софья вас с мамой разыскивает. Она вообще нас слышит? Вряд ли. Она находится под воздействием нескольких сильнодействующих препаратов. Поэтому... А когда с ней можно будет поговорить? Ну, не менее, чем дня через три. Ладно. Извините. Прошу. Спасибо вам большое. А когда ее можно будет навестить? Сказали, через три дня. А. Хорошо. Не надо, не надо, Кира. Мы заплатили. Можно в счет? Ну, хорошо. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Танечка, я дома. Пап, привет! Привет. Как ты? Нормально. Привет. Ужинать будешь? Да, мама сегодня такую вкуснятину приготовила. Да ты что? Интересно, какую? А это секрет. Поэтому иди мой руки. Беги. Ну, что ты, излишни все, что я пришла. У нас закрыли села, как старые добрые времена. Послушай, я уже не знаю, как тебе объяснить. Я никогда не прощу тебе измены, понятно? И даже не мечтай вернуться в нашу станет жизнь. Мам, пап, у вас все там нормально? Доченька, все хорошо. Ах, вот как ты заговорил, да? А теперь послушай меня. Ты Таню у меня не заберешь, понятно? И еще советую перестать меня игнорировать. Иначе я заберу у тебя дочь. У тебя ничего не выйдет. Уверен? Посмотрим. Доченька, папа запрещает нам с тобой встречаться. Папа. Но если ты хочешь, ты же можешь приехать ко мне? Конечно, хочу. Пап, а ты как насчет этого? Папа не против. Собирайся, поехали. Простите, вы куда? А мне нужно увидеть свою дочь, Софью Сергину. Я ее мама. Извините, но на сегодня прием окончен. Что значит окончен? Не волнуйтесь, ей ничего не угрожает. Она получает полноценную профессиональную медицинскую помощь. Правда? Софья сейчас в очень уязвимом эмоциональном состоянии. Приходите завтра. Угу. До свидания. До свидания. Ты в своем уме доведел, сколько времени? Мне только что позвонил Стюфляев. Сегодня ночью Софья Сергина убила санитара и сама погибла. Что? Как я? Откуда я знаю? Через 20 минут встречаемся в клинике. Эликария. Что здесь произошло? Ну, видимо, выпала из окна. Анжела осматривает тело, потом скажет. Где второй труп? На втором здании. Подойди сюда. Сфотографируй, крупнее здесь. Честно говоря, я в шоке. Да, это доктор Черенков. Он дежурил ночью. Очень приятно. И что произошло? Судя по всему, больная Сергина каким-то образом пришла в себя и украла шокер у дежурного санитара Орлова. Видимо, Орлов пытался ее остановить и получил мощный разряд. У бедняги не выдержало все это. А вы всем раздаете электрошокеры? Всем работникам, что ли? Дело в том, что два года назад один из наших пациентов, находясь в определенной фазе, чуть было не убил одного из наших докторов. С тех пор у всех наших дежурных работников электрошокер, как полагается, про себя. Так, что было дальше? По всей видимости, Сергина пыталась бежать через окно. Сорвалась и упала. А вы где были в этот планет? Спал у себя в кабинете. И ничего не слышали, ничего не видели? Ничего. Вы что, все время спите на дежурстве? Дежурит в основном санитар. Понимаете, врачи вызывают исключительно в экстренной ситуации. Никак не могу понять. Вчера ведь мы посещали ее. И она была совсем неподвижна. Как она пришла в себя? Мы сами этого не можем понять. Она получала все необходимые, для лечения лекарства. Это очень сильнодействующие препараты. Как правило, больные, которые их получают, они не проявляют никакой активности. Понимаете? Так как это произошло-то? Каждый организм индивидуален. Вероятно, у нее произошла внезапная ремиссия. Хорошо. Нам нужно поговорить со всеми вашими работниками. Как это сделать, как организовать. я могу забрать весь наш персонал, когда они придут на работу. Да, хорошо, позвоните мне, как все организуйте. Хорошо. Можем задерживать вас. Спасибо большое. Можешь, кофейку? Доброе утро, мам. Проснулась, малышка. Садись завтракать. Мам, почему ты меня не распудила в девять? Уже почти одиннадцать. Милая, ты так сладко спала, что я не хотела тебя будить. Тем более, в школу же сегодня не надо. Все равно надо было разбудить. Ну, прости. Давай, кушай. Мам, я не хочу блины. Подожди, это что за новость? Раньше ты у меня каждые выходные просила, чтобы я сделала тебе блины, а сейчас что-нибудь так? Ну, теперь я люблю яичницу. Значит, мама готовила все утро, а теперь ты хочешь яичницу? Ну, папа меня всегда готовит. А, папа всегда готовит. Ну, хорошо, я сделаю тебе яичницу, а потом мы пойдем в парк аттракционов. Ура! Я пойду чистить зубы. Давай, детка. приехали. Приехали. Спасибо, что подвезла на меня. У тебя будет возможность ночью на мерсаке пущено. Ай, так нечестно, ну как мне дождаться ночи? да-да-да-да-да-да. Давай. Физкульт, привет. Привет. Ваня, а ты дома не можешь делать зарядку? Зачем ты вот здесь показуху устраиваешь? Дома? Я как-то не успел дома. Слушай, ты вместо того, чтобы критиковать, взял бы, присоединился ко мне. Я? А мне-то зачем? Ну как? Тебе что, устраивает твоя физическая форма? Мою жену устраивает. Пока что устраивает, а когда начнет не устраивать, будет уже поздно. Давай, бери гантель. А может, хватит? Ты чего это вмешиваешь в мою личную жизнь, а? Нет, мне не понятно просто. Да-да-да, ну проходите, пожалуйста. Садитесь. Да. Что у вас случилось? Так у меня украли коз. Коз? Коз. Кофе. Мило, спасибо. Кир, я вчера поговорил с Сеней, попросил они приходить. Мы договорились, что Таня поживет какое-то время у нее. Закрепили соглашение поцелуем? Кир, она меня поцеловала, я вообще не ожидал. Да мне все равно, она, ты. Давай оденем. Очень странно, ты же вчера видел, да, Софью? Она была в таком состоянии, как она вообще смогла ночью встать в кровати. Врач сказал, что это возможно. Да, что-то не очень верю я этому врачу. можно проконсультироваться у другого. Можно. Друг моего отца сейчас изглавляет клинику, связанную с проблемами мозга. Надеюсь, он уже проснулся. Виктор Соломонович, доброе утро. Простите, заранее звонок. Нет, нет, у меня все в порядке, все хорошо. Нужна ваша консультация. У нас тут больная с биполярным расстройством. Находясь под лекарствами, попыталась сбежать из больницы. Это вообще возможно? Да вы что? Ну да, логично. Спасибо. Да, я загляну к вам обязательно, как только буду в столице. Всего доброго. Хорошего дня. Что сказал? Самое простое объяснение, что ей вообще не давали никаких лекарств. Что-то нам этот Стюфляев не договаривает. Может, их не украли? Может, они-то сбежали там на лугу пасуться где-то? Нет? Да говорю я вам, украли их. Украли. Хорошо. Где вы их держали? Ну, как где? Дома у себя, на ферме. А сколько животных украли? Три всего козы. Но зато какие самые лучшие. У меня вот фотографии имеются. Да, вот сейчас. Вот это Марта. А вот это вот, это Настенька. А вот это, это Андрюша. Козлик, Молоденький, да? Ясно. Но я все равно не понимаю, зачем вырывать коз? Ну, как зачем? Ну, продать. Да ладно, что, можно что-то выручить за них? Ведь я просто, ну, не разбираюсь. Да, конечно, ну, за таких-то коз, ну, я не знаю, ну, долларов пятьсот можно выручить. Да. товарищ старший лейтенант, что вы скажете? Значит так, слушай приказ. Лейтенант, сейчас вот едешь с гражданином, простите, как вас? С, 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 с Амордаков. Вот сам с ним едешь сейчас на место, потому что мало ли, вдруг мы имеем дело с маньяком, казахрадом. И такие бывают. Бывает еще и похлеще. Я просто произнести это не могу в полицейском участке, понимаете? Так что, Ваня, вперед. есть. Быстро выдвигайтесь, пока еще не поздно. Мало ли, вдруг их можно спасти, а мы тут рассиживаемся. Всего доброго. Здравствуйте. У вас уже были случаи побегов из больницы? Никогда. Такое ЧП у нас впервые. А как вела себя пациентка перед побегом? Как и все, подседативными препаратами. Тихо и спокойно. А это вообще возможно, чтобы пациент, который находится под седативными препаратами, проявлял физическую активность? В нашей практике такого не было. Но в теории такое возможно. Да, спасибо, Анжел. Сделали вскрытие санитару. У меня оказался этот порог сердца. Поэтому удар электрошоком оказался смертельным. Кто поговорит с Калиной Алексеевной? Делала когда-нибудь? Нет. Ну, иди. Ну, почему я? Надо учиться, это твоя профессия. Иди. Ты женщина. Олег, посмотри, пожалуйста, по-самому. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, я не знаю, как это делается правильно. Мы... мы обязательно разберемся со всем, но сейчас, на данный момент, нам известно только то, что ваша дочь ночью выпала из окна. Понадобится. Простите. Я вам фотографии своих кос на мобильный отправил. Вы получили? Да, да, получил. А вот тут вот сосед живет. Женька Глазов. Это он украл кос, я знаю. А почему вы так решили? Так я сам лично вчера у него в загоне козу Настюку-то свою видел. Да. Но вы спросили у него, откуда коза? Да, конечно, спрашивал. Так он меня и близко-то не подпустил. Ружьем меня пугал. Просто понимаете, странно, что сосед украл кос и у себя их держит. Ну, я не знаю, странно, не странно, но Глазов никогда у Монта и не отличался. Вот вы его обязательно допросите. Ну, разумеется, допросу. Да. Ладно, показывайте, где вы там коз держали своих. Так вот, загон. Идемте. Как она вообще могла попасть в эту клинику? Почему она решила сбежать? Я не понимаю. Она была спокойной, уравновешенной. Я обещаю вам, обязательно все выясним и во всем разберемся. Вы простите, но я должна спросить, а почему вы не общались с дочерью? Насколько мне известно, вы даже не знали, где она квартиру снимает, макка? Сонечка сбежала от меня в город. почему? Я выросла в деревне, в большой семье. Мама держала нас всех в строгости. И я так воспитывала Сонечку, давила на нее все время. А она выросла и сбежала от меня в город. Я пыталась наладить с ней контакт, правда, но у меня ничего не получалось. Уже и не получится. Галина Алексеевна, давайте я вас отвезу в гостиницу. Да? Поедем? Думаю, так будет лучше, да? А мы тут пока поработаем. А когда украли ваших коз? Три дня назад. Три дня назад? Да. А вы где были в это время? Я на ярмарке был. Жена дома оставалась. Ну, она ж нормально не присмотрит. Возвращаясь назад, говорит, убежали. Вы же найдете, правда, а? Ну, будем надеяться. А это ваша жена? Да. Гуля зовут. А вы не против, если я побеседую? Пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Я Иван Новиков, лентенант полиции. Меня муж ваш позвал по поводу пропажи коз. Уже и полицию приволок. Да кому нужны твои козы? Много ты понимаешь. Господи. А вы не считаете, что их похитили? Конечно, нет. Сбежали они. Я бы и сама сбежала с этого трудома куда-нибудь подальше. Возится с ними целыми днями, как с детьми и малыми. Хорошо, что еще в постель не тащит. Ваш муж подозревает вашего соседа. Женька Глазков? Зачем ему это надо? Нет, он, конечно, повернутый, так же, как и мой на фермерстве, но не до такой степени, чтобы коз воровать. Спасибо. Пожалуйста. Я тебе сейчас руки отстрелю. Ой, простите. Здрасте. Гражданин Глазов, у вас лицензия имеется? Конечно, имеется. Позвольте? Проходите. Вон ту, беленькую, Кирилл принял за свою Настю. Только это другая коза. Ну да, похоже, только рогов нет. Конечно, нет. Это же заанинская безрогая порода. А у Кирилла были горьковские козы. Только он ничего слышать не хочет. Говорит, я его Настю украл. А хотите чаю с баранками? У меня чай вкусный, на травках заваренный. Да, не откажусь. Пойдемте. Вы извините, что я вас так встретил с ружьем. Просто Кирилл достал совсем. Я даже звонок дверной отключил. Думал, он опять приперся. Решил напугать. А это вы. Так что вы рождуете? Да Кирилл совсем головой двинулся со своими козами. В холодную погоду в доме держит. Именами человеческими зовет. Бедная его Гуля. Гуля в смысле жена? Ну да. Она же городская совсем. Да и мальчишке их нему поди грустно. Целыми днями дома сидит. каком мальчишке? Сынишке. Странно, он не говорил, что у него и сын. А он его и не показывает никому. Держит заперти. Я его пару раз всего и видел. Симпатичный мальчонка такой, смешной, в ковбойской одежде по двору ходил. А Кирилл допрыгается когда-нибудь, бросит его жена рано или поздно и в город уедет с сыном. Что же это я чаю предложил, а баранки принести забыл. Кирилл Андреевич! Предлагаю дело с Софией Сергеевной уже закрыть, все понятно. Пора браться за Шанкаром. А мне кажется, здесь очень много нестыковок. Например. спокойная уравновешенная служащая банка внезапно сходит с ума. Ну хорошо, допустим, так бывает. Почему ее лечат в частной клинике? Страховка? Хорошо, почему, когда выясняется, что лечение будет долгим, дорогостоящим, ее продолжают лечить в этой частной клинике, не пытаются ее уволить? Но уволить ее не могут по закону. Да я тебя умоляю. Захотели бы слить, слили. Если хочешь продолжать заниматься этим делом, пожалуйста. понадобится помощь, помогу. Спасибо. Пожалуйста. Так вот же моя Настенька-то, вот, вот она. Ах ты, ворюга, что думал, что я не догадаюсь? Да? Спокойно. 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 Гражданин Глазов утверждает, что это оказание горьковской, а заанинской породы. А как же, да, а шрам-то у нее откуда, а? Какой шрам? На животе. На животе. Да, Настенька-то у меня в прошлом летом в загоне-то поцарапал живот, я за ней три месяца смотрел, выхаживал, да. Я с вами реально. Ну и что? Да тебе везде твои козы мерещатся. Уже сам стал похож на козла. Ты бы лучше женой занялся, сына в черном теле держишь, только по праздникам во двор выпускаешь. Тихо, тихо. Да что ты, селочь? Нет, у меня никакого сына, нет. Ага, ты сейчас скажешь, что и коза твоя. Моя, а чья коза, моя. Тихо, тихо. Скажите, где вы взяли эту козу? Вчера на рынке купил. На рынке. Кто вам ее продал? Ну, цыганенок подошел, предложил хорошую цену. Да что же я, дурак от хорошей козы отказывался. Ага, так ты, ты ворованное скупаешь, да? Так он барыга, вот он кто. Да сам ты барыга. Спокойно. Вы не думали, что вам продали уже краденую козу? Не думал. Так что с ним разговаривать-то, а? Да арестуйте этого коза-крада. Так, спокойно. Смотрите, завтра мы с вами едем на рынок, ищем этого цыганенка. Если окажется, что коза краденая, будете отвечать по закону. Ясно? Ясно. Все. Слушай, сосед. Чего? Забирай ты свою козу и разошлись. Э, нет. Мы еще с тобой не разобрались. Спокойно. Вот от остальных коз, подива. Ворюга ты. Все, 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 спокойно. Все. Мам, смотри, это автодром. Хочешь, я куплю тебе билет? А ты со мной? Нет, я устала, давай ты сама, а я тебя пофотографирую. Угу. Один билет на автодром. Держи. Спасибо. Проходи. Вас подвезти? Да нет, я люблю послеобедние пробежки. Понятно. А вы куда? Я в центр. Здесь пять километров бежать. осилите. А, ладно, тогда подождите. Садитесь. Ух. Ксюша. Ксюша. Надюха. Привет. Привет. А я смотрю, ты не ты. А что ты тут делаешь? Я с дочкой гуляю. А, ну я вон тоже со своими в парк выбралась. Слушай, говорили, ты в столицу переехала? Ну ничего, как уехала, так и приехала. Понятно. А ты сколько мы с тобой не виделись? С выпускного? Ого. Да? Да. Слушай, мы послезавтра нашей старой компанией собираемся. Хочешь присоединиться? Хочу. Надюха! Да. Да, давай. Да. А давай я тебе оставлю номер, и ты мне позвонишь, когда вы договоритесь о времени. О. Да. Ну хорошо. Будем мы созвоним. Давай. Все. Побежала я. Пока. Мама, а можно еще? Милая, мы весь день гуляем. Давай в следующий раз. Да? Ну ладно. Понравилось? Очень. Класс. Мам, а ты купишь себе новое платье на спектакль? На какой спектакль? Я же тебе говорила, послезавтра у нас в школе спектакль, в котором я участвую. Конечно, милая, договорились, я куплю себе самое красивое платье. Да? Да. Надоело. Целыми днями только разговоры об этих козах. Я не выдержала и высказала и высказала все, что думаю об этом. В общем, разругались жутко. Ролейте? Нет. Надо было давно это сделать. Ненавижу эту ферму, эту деревню. Я же актриса. В тюзи играла. Правда? А я вот недавно был на спектакле «Возь краснокожий». Серьезно? Да, мне очень понравилось. Очень хороший спектакль. Это моя любимая роль. Да? Да. Извините, наговорила вам тут всякого. Куда вас подвезти? А вот там вот, вот мой дом. А там же мы... Хорошо. Вы знаете, я с вами поговорила, мне так легко стало. Может быть, как-нибудь увидимся снова? Пообщаемся? Конечно. Дело еще не раскрыто. Хорошего вечера вам. Спасибо. Спасибо. Вам тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Полиция города Мавки. Лейтенант Зодорожная. Расскажите, пожалуйста, про Софью Сердину. Она была замечательным начальником. Спокойная, дружелюбная, даже обаятельная. Ну, внезапно она сильно изменилась. Стала рассеянной, какой-то нервной. даже раздражительной. И давно с ней произошли такие перемены? Точно не помню. Месяца три назад. Мы еще все так удивились. Раньше она очень любила пить с нами кофе. Помнишь? Да. Такая своя была. Даже не скажешь, что начальник отдела. А близкие подруги были? Была одна. Она, кажется, и привела Софью в панк. Угу. Инга, а почему в прошлый раз вы не сказали, что Софьей были близкими подругами? Вы понимаете, что на самом деле мы с ней уже давно не подруги. С тех пор, как ее повысили, она стала к мне очень плохо относиться. Словно, как к прислуге. Мне было очень неприятно. Что можете сказать о ее характере? Вы знаете, у нее очень сложный характер. Постоянно были какие-то нервы, скандалы. Странно. А другие сотрудники говорят, что у нее был вполне себе приятный характер. Так она просто маскировалась. А как только ее болезнь стала прогрессировать, она показала себя всем, какая она на самом деле психованная. Про ее молодого человека что-нибудь знаете? Вы знаете, нет. Она была настолько скрытная, что она никогда мне ничего не рассказывала. Хорошо. мы в клинике нашли в ее личных вещах ключи. Предположительно, от съемной квартиры. Вы знаете адрес? Да, конечно. Я была у нее дома не раз. Диктуйте. Ты кто? А вы кто? Я хозяин квартиры. Че надо? А я из полиции. Вы в курсе, что ваша квартира съемщица мертва? Что? Нет, конечно. Я ей звоню, она не отвечает. Я за квартплатой пришел. Сижу, вот жду ее. Уже не дождетесь. Мне нужно осмотреть квартиру. А постановление на обыск у вас есть? А договор аренды у вас есть? Налоги платите? Я на кухне пока посижу. Смотрите, что хотите. Смотрите, Олег. Да, Кир. Привет. Дело Сергиной ни в коем случае нельзя закрывать. Вы что-то накопала? Она явно жила не на зарплату начальника отдела. Скорее всего, был какой-то богатенький любовник. И что? Она сошла с ума от любви к нему? Да, да, Кир, погоди. Да, миленькая, я видела высокого, темноволосого спросить у мужчину. Он несколько раз приходил к Софочке. А сколько часто он к ней приходил? Да, почти каждый день. Вечером. Что-нибудь еще можете вспомнить про этого человека? Софочка летала в Турцию на отдых. И что? Так вот, я видела, как этот темноволосый мужчина пришел к Софочке, взял ее чемодан свой и спустил вниз. Какого числа это было? На мой день рождения, 23 июля. 23 июля в Турцию вылетало три рейса, компания «Хайскай», их представительство есть в «Мавках». завтра планирую их посетить. Помощь нужна? Нет, спасибо, я сама справлюсь. Звони, если что. приятного аппетита. спасибо. Вкусно? Очень. Ну, кушай, кушай. Я вас слушаю. Доброе утро. Доброе. Хотим напомнить, что вы записаны к нам на педикюр на 8.30. Я забыла. Спасибо, что позвонили. Так вы приедете? Можно я пойду? Пожалуйста. Да, конечно, спасибо. В таком случае будем вас ждать. До свидания. До свидания. А ты в школу дойдешь сама? Конечно, она близко. Боже, как ты уже выросла. Так. Все, я пошла одеваться. Давай. Яичница супер, прям как у папы. Правда, папа делал глазунью с помидорами. Ну, ничего, ты еще научишься. Ты чего? С помидорами. Как вы сказали, фамилия? Сергина Софья Олеговна. Она должна была лететь 23 июля. Да, она действительно летела. Место 3А. А кто рядом сидел? На месте 3Б сидел Шестаков Дмитрий Михайлович. На месте 3... Спасибо. Шестаков. Посмотрите, пожалуйста, может быть, вам знаком этот человек? Да, это же тот мужчина, с которым Софочка в Турцию летала. Вы уверены? Да, конечно. Я его хорошо запомнила. Хорошо. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok